О, привет! Заходи! Только сначала вытри ноги и подпишись на канал. Так, значит, Саш, у нас накопилось 21 вопрос от зрителей и 14 вопросов от меня лично. Начинаем с вопросов. Итак, что заставило тебя, молодого 31-летнего парня, взять такую жёсткую аскезу, как уйти от людей на 40 с лишним дней и питаться одной водой? Что тебя заставило? Общее состояние физическое и моральное. Мне не хотелось. Я дошёл до того, что, во-первых, у меня был критически большой вес для моего роста. У меня рост был 165 сантиметров, ну, точнее, есть рост. А вес был 103 с лишним килограмма. Ну, это перебор переборов. Вот. Ну, из-за чего такой вес, это долго рассказывать. В общем, к этому я пришёл, вот к такому весу. Ну, естественно, было тяжело не то, что там физически как-то работать, а было тяжело, в принципе, практически делать всё. То есть я, ну, если в двух словах, то я просыпался утром, вставал в кровати, и после этого я уже устал. Всё. У меня было желание, ну, какого, не развиваться, ни в чём, ничему учиться там. Я ничего не хотел вообще. Я просто просыпался, день как-то прожил, просуществовал, точнее, и всё. И вот так день за днём, день за днём, день за днём. Вот. Ну, естественно, состояние ужасное. У тебя что-то болело, Саш? У меня нет. Болеть, чтобы прям болело, нет, ничего не болело. Ну, ввиду некоторых обстоятельств у меня были постоянные высыпания на коже такими, ну, как это называется? Фурункулы, не фурункулы. Ну, что-то гненики какие-то. Я не понимал. То есть, ну, как бы тело сигнализировало о том, что что-то не так, что-то идёт не так, что-то не в порядке. Ну, я не понимал долгое время, что именно, что делать надо. Естественно, традиционное лечение. Да, ты обращался к врачам? Да, весной, вот в мае месяце я сдал анализы некоторые, там, ну, подтвердился хеликобактер, очень высокий показатель был там, я уже не помню точно сколько, норма там в районе 4 единиц, а у меня там чуть ли не свыше 15 был. Ну, естественно, все в один голос трубили, что лечиться только антибиотиками, больше ничем. Ну, пролечился, курс прошёл, всё как положено, вроде полегче стало. Затем работа, работа в основном ночная, поездки, ну, это не дальнобой, но близко к тому. То есть, возили живую птицу, лето, жарко, естественно, выезжали в ночь и двигались в основном ночью. Нарушение режима сна и бодрствования, столовые дорожные и тому подобное, то есть, вот это вот всё, вся эта суматоха, ну, сделали своё дело. То есть, я, получается, в мае прошёл курс лечения, июнь-июль отработал, и с августа снова пошло ухудшение. Вернулись вот эти высыпания, затылок, голова, ну, сверху, спина, грудь, везде высыпает. Естественно, я кожному, ну, первая мысль, что проблема с кожей, кожному, кожный назначается своей стороны, там куча лекарств всяких. Ну, естественно, я начинаю всё это дело лечить, а дело-то не в этом абсолютно. Саш, очень много вопросов было задано, почему ты ушёл именно в лес. Я знаю, что ты там снял какую-то избушку где-то там в глуши. Тебя, ты просто ушёл от людей, чтобы тебя никто не смущал, чтобы тебя не доставали вопросами, да, или почему? Нет, нет, это здесь совершенно ни при чём. Я ушёл не от людей, я наоборот, меня тянуло в лес, прям тянуло, мне вот именно в лес куда-то, куда-то вот, не было конкретной точки там. Я начал пробовать дома, ну, то есть у себя в станице, в цивилизации, так сказать, но не получилось. На четвёртый, по-моему, или пятый день, я не помню, я сорвался и, естественно, ну, наелся. Потому что это постоянные созвоны со знакомыми, с друзьями, там, постоянные то приглашения в гости, то-то-то, то у меня, то у того дня рождения, то у третьего, то у пятого. Короче, как-то так. Ну, и после срыва я понял, что здесь у меня ничего не получится. Ну, и поехал, нашёл на карте ближайший лесной массив, он там в районе 80 или 90 километров находится от населённого пункта, где я проживаю. Ну, собрался и поехал на разведку. Нашёл там, в этом лесу, вон небольшой лес, внутри, прямо в середине леса, есть небольшой посёлочек. Там практически уже никто не живёт, там всего домов, я не знаю, если 10 будет, то это хорошо. И больше половины из них, они не жилые. Ну, как бы для меня это идеально подходило. У меня было электричество, у меня была водогрейка в доме. В общем, интуитивно ты выбрал правильное, ты принял правильное решение, то есть ты решил быть ближе к природе, потому что такие вещи, они действительно должны делаться именно где-то ближе к природным условиям. Вопрос такой, почему именно на воде ты решил голодать, а, например, не на травяных чаях и соках, как многие сейчас делают доусловное голодание, почему именно так жёстко на воде ты решил? Или не было других вариантов для тебя вообще, ты не рассматривал даже другие варианты? Я изначально рассматривал вариант голодания на воде. Я знал, что можно пить зелёный чай, травяные чаи, соки какие-то полуразбавленные или без мякоти, что-то такое. Я знал, что это можно делать, но я не хотел, я хотел именно вот так. Я когда туда ехал, я не планировал каких-то дат конкретных, сколько я буду там. То есть я уехал, ну, я не знал, во-первых, чем это всё обернётся, это раз. Поэтому я даже не стал никому говорить, куда я поехал, зачем я поехал. Близким сказал, что поехал работать, всё. Объяснил там, сказал, что влез, сказал, что работать. Как бы и не соврал, работа была, но работа была над собой. Понятно. Скажи, пожалуйста, когда ты решил это всё осуществить, когда ты уже практически был на старте, тебе не было страшно? Ты не боялся? Да я про страх-то не думал. Страшно, страшно. Да нет, не страшно было. Хотя, может, где-то в глубине души и было. Сейчас я уже не припомню то состояние. Тяжело, тяжело было. Изначально было тяжело адаптироваться ко всему этому, всё это принять. Привык-то к постоянной движухе какой-то. А здесь сам, тишина, птицы и всё, никого. А вот скажи, во время этого твоего курса голодания у тебя какой день был самый тяжёлый или страшный для тебя? Был такой момент? Три. Их было третий день. Они были один за другим подряд? Один за другим, да. А что это было? Ну, как позже выяснилось, это была мощнейшая, на мой взгляд, интоксикация организма. Это был 18-й, 19-й, 20-й день, по-моему. Ну, может, плюс-минус день, не помню уже точно. Была жёсткая интоксикация такая, что, ну, даже с кровати встать не мог. То есть, ну, такое чувство было, что мне никогда в жизни так плохо не было. Вообще. Меня трясло, у меня судороги хватали какие-то. Я попытка встать с кровати, это вот скинул одну ногу, вторую, пытался встать, там, ноги вот так вот трясутся, я только в бреке упал. То есть, ну, сил не было вообще, вот совсем. Вот, это как раз вот в сегодняшней одной из историй, где я записывал, ну, для себя в основном записывал, что происходило. Вот как раз там я об этом и говорю, что настолько было недомогание жёсткое. Ну, уже, действительно, я уже думал, что всё, что-то реально пошло не так, и мысли пошли о том, как выбираться оттуда, из этого дома, как завести машину, выехать куда-то к людям, чтобы меня хотя бы увидели, хотя бы просто на асфальт выехать, стоять после дороги, стоять, чтобы люди обратили на меня внимание. Восемнадцатый день это было более-менее ещё терпимо, девятнадцатый — хуже, двадцатый день — это был самый жёсткий день. То есть, двадцатый день я просто лежал. Я лежал, у меня там пару-полторашек воды с собой было, было ведро, в которое я ходил в туалет. Ну, оно было рядом, прям рядом, вот оно, чтобы я просто на бок перевалился, чтобы не вставать, чтобы не падать опять, не ползти, ну, это жёстко было. Ну, на двадцать первый день я проснулся, я не знаю, это громкие слова сейчас будут такие сказаны, но чувствую себя другим человеком вообще, не тем, который был вот три дня назад, день, два и три назад. Вообще, всё, у меня полон сил, энергии, у меня настроение обалденное, на погоде на улице супер, тепло, там плюс 15-16 градусов было. О, абсолютно пахнет. Я не понял, честно говоря, что это было изначально, ну, ровно до того момента, пока не сделал клизму. А когда сделал клизму, то я, в принципе, увидел причину, что это было, почему это было. Но тогда стало понятно, что это просто была интоксикация. То есть, все ребята, в кавычках ребята, которые жили внутри, в кишечнике, я вас не слышу вообще. Что там было? Ты сделал клизму? Ну, может, не стоит, а, бэ, что там было? Стоит. Ну, правда, может, не стоит об этом рассказывать? Черви были, ну ладно, черви были, хорошо. Были черви белого цвета, ну, такие вот, не белые, как лист бумаги, а такой ближе к кремовому, что ли. Разных размеров, разной длины, толщины, были они неживые. Их было нереально много. Очень много. Саша, народ спрашивает, ты клизмы каждый день ставил? Практически каждый. Ну, и сорока, сорок один день у меня было голодание, сорок второй – это уже начался выход, там, ну как, я сорок второй день я выпил, там, 300 миллилитров разбавленного морковного сока за весь день. Ну, как бы, вот это был, типа, первый день выход. Вот, поэтому, ну, будем считать, раз написали сорок два, пусть будет сорок два, и это не имеет значения никакого. Ну, за сорок два дня, наверное, ну, тридцать восемь клизм было точно. Ага. Сколько ты выпил воды за день? Выпивал воды? В среднем пару литров, полтора-два литра в день я выпивал. Фильтровал и пил. Значит, двадцать семь килограмм, они ушли именно за эти сорок два дня, да? Да. Ну, там, двадцать семь или двадцать восемь, я уже не смогу. Что сейчас с весом? Семьдесят пять. Ну, то есть, сегодня у меня уже, получается, сегодня третья у нас, да? Пятая, ну, где-то середина пятой недели выхода, получается. Я уже не считаю просто, я сбился со счёта, но, по-моему, пятая неделя идёт. Скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, состояние твоё здоровье, вот, как оно, как оно изменилось? Что ты сейчас чувствуешь со своим организмом, со здоровьем? Что происходит сейчас? Я себя чувствую, Барь, я просто, вот, вот это, наверное, единственная фраза, и больше добавить нечего. Я себя чувствую, я жить начал, у меня появилось стремление, появилась тяга к чему-то новому, появилось желание чему-то вот обучаться, что-то, как-то двигаться по жизни дальше. И в жизни у меня произошли изменения колоссальные, о которых я даже подумать не мог вообще. То есть я даже не представлял, что такое вот возможно. А, например, какие изменения произошли? Ну, во-первых, конечно, это вот моё состояние в целом, это раз. Во-вторых, я, ну, поборол, наверное, какие-то свои страхи, убеждения, которые были ранее, связанные и с деятельностью, которой я сейчас занимаюсь. А чем ты занимаешься? Ну, я занимаюсь сейчас, если это можно так назвать, интернет-предпринимательством. То есть я работаю в интернете, зарабатываю в интернете. Так нигде не работаю, ну, в смысле, к восьми, с восьми до пяти никуда не хожу, ни на завод там, никуда. Вот, чисто вот дома. Занимаюсь тем, что мне нравится. Что теперь с кожей, угрей вообще ушли? Да, никаких прыщей, угрей и горняков, ничего нет, и уже давно, и даже намёка на них нет. Расскажи про, что ты ешь сейчас? Как ты питаешься сейчас? Ну, в основном это овощи, фрукты до сих пор. Ну, сейчас я уже там начал, лёгкие там супчики овощные, что-то такое вот, варёное, полуварёное. Ну, восемьдесят процентов это вот овощи, фрукты. Разные. Вот твои планы на сегодняшний день. Ты, как ты видишь дальше свою жизнь? В плане питания, в плане повторных, может быть, курсов голодания. Видишь ли ты какие-то перспективы, связанные именно с этим направлением, вот натуропатическим? Твои планы на будущее? Никаких. Ничего не планирую. Вообще. Ну, вот я веду по питанию, по... Вот захочу я мясо, я буду есть мясо. Ну, не сейчас, конечно, спустя время. Сейчас, пока идёт процесс восстановления, я буду придерживаться. Да, в принципе, как придерживаться? Я не то, чтобы придерживаюсь. Мне, ну, мне по кайфу сейчас есть вот именно сырую пищу. Ну, мне нравится, мне нравятся эти салаты. Это был вопрос, сам готовишь. Ну, салат, да, нарезаю сам, а так в целом еду готовит вот жена будущая. У меня там вопрос был зрителям, чтобы они угадали, как отнеслась твоя девушка к твоему голоданию. Но, на самом деле, у тебя, я так поняла, что встреча с девушкой произошла именно после голодания, да? Правильно? Да, совершенно верно, после. На третий день после возвращения. Вот, это я к тому, что на фоне вот таких вещей происходят очень удивительные какие-то события, да? Практически чудесные события. Ну, я изначально их не связывал абсолютно никак. Ну, в принципе, я и сейчас особо не связываю, что вот именно когда я отголодал там почти полтора месяца, вот всё пришло. Да, ну, нет, зачем? Да и вообще какая разница, почему так произошло, главное, что-то произошло. Так, ещё был такой вопрос. Какая физнагрузка была у тебя во время голодания? Ходьба. Ходьба, колка дров, ну, просто таскал дрова, колол дрова, ходил по 3, по 5, по 7 километров в день. Ну, по-разному. Бывали моменты, когда вот энергия просто переполняла меня, и мне хотелось вот лезть на дерево, мне хотелось просто бежать куда-то. Насчёт вопроса, буду ли я ещё голодать, что там в одном предложении у вас было несколько вопросов, пока не знаю. Наверное, профилактически, возможно, раз в год буду делать какие-то разгрузки. Может, раз в год, может, раз в полгода. По этому поводу я ничего не планирую. То есть, как пойдёт, как буду чувствовать себя? Я, наконец-то, просто научился, ну, не то, что научился, я только начинаю учиться слушать, в принципе, своё тело. Оказывается, этому нужно учиться. Ну, я раньше об этом никогда не задумывался, я вёл обычную жизнь, там, пивка с друзьями, там, шашлычка, машлычка, ну, то есть, как большинство людей. Всё. Ну, сейчас, конечно, с пивком, пивком мимо, вообще алкоголь мимо, ну, и желания нет. Вот в чём интересно, мясо, желания нет, котлеты, тоже желания нет. Новый год я встречал, допустим, с родителями, там, стоял, вот я только приехал, я переживал, что я вот сейчас увижу вот это всё, там, фарши, шмарши, там, куча, куча всего, всякой еды на новогоднем столе, и меня понесёт. Нет, я надавил себе сока, через сока выжимал, ну, фреша, свежего, нарубал себе салатик из овощей, и меня всё устраивало, всё супер было, замечательно. Какую воду ты пил, спрашивают? Какую воду пил? Вода водопроводная была, водопроводная, но я прогонял её дважды через фильтр. Не через фильтр обратного осмоса, такого у меня не было, через фильтр, я не помню, как он называется, этот фильтр, но продаётся в любом магазине бытовой техники. То есть, я особо сильно не заморачивался по этому поводу, для меня важно было другое. Но вода изначально, там своя водонапорная башня, построенная как раз для посёлка, который там был, ну, то есть, есть, пока ещё существует. Там хорошая вода, там ни хлорки нету, запаха там, ничего, никаких отложений, хлопьев и тому подобное. То есть, достаточно хорошая вода, пьётся она приятно, плюс фильтр фильтрует, что-то дофильтрует. Вопрос. Было ли ощущение озноба во время голодания? Спрашивают из чата. Озноб. Было ли? И домогания были разные. Разные. И головокружение были, и озноб был. И трусило, градусник совал, думал, температура, а оказывается, нет, температура в норме, всё хорошо. Ну, тело вело себя в некоторые моменты странно, и мне непонятно. Мишаня, выпью обязательно, как только, так сразу. Не потеряли вы друга, не потеряли. Так, у меня ещё такой вопрос. Твои близкие, твои близкие, твои, ну, мама, девушка, друзья, что они думают по этому поводу, что они тебе говорят, как они к этому относятся? Большинство людей, я думаю, что, ну, из моего окружения узнали только сегодня. Вот из ваших историй. И, наверное, если не смотрят этот эфир, то из эфира. То есть я рассказал тем, кто спрашивал, да, вот близкие мои люди. А так, в общем, я, как бы, не афишировал, и изначально я планировал вообще никому ничего не рассказывать. Ну, сарафанное радио, оно работает здорово, поэтому узнал один, узнал второй, третий, но ничего страшного в этом нет, как бы. Меня это не пугает абсолютно, и скрывать тут особо, ну, да наоборот, в принципе, даже если вдруг это кому-то поможет, мой опыт, я только рад буду этому. Кто-нибудь не хочет присоединиться к твоему опыту? У тебя есть друзья, у которых лишний вес, у которых болезни, которые тоже страдают, они не хотят по твоему пути пойти? Ну, я же не могу залезть в голову кому-то. Мне, допустим, ну, один человек мне озвучил, да, что у него есть желание. Ну, я сказал свое слово, что если от меня что-то требуется, там, какая-то моральная поддержка, какой-то там, просто совет или что-то еще, ну, я, как бы, без проблем, конечно, расскажу, покажу, объясню, ну, хотя бы поделюсь тем, что было у меня. А как будет у него, я же не знаю, организм-то разный, и проблемы со здоровьем могут быть разные, и поэтому и реакция на те или иные вещи может быть разная. Это все разное. Вообще, вот, кому-то давать советы какие-то я не планирую, не хочу, тем более по теме голодания. Я, когда начинал, я сам, получается, ну, образно говоря, шел не по протоптанной дорожке, а мне пришлось вот прорубать себе, скажем так, тропинку. Поэтому, ну, это первый опыт, это, я не знаю, ну, как я могу советовать, я не знаток в этом. А ты сейчас не жалеешь о том, что ты пошел на такое дело без наставника? Абсолютно не жалею. Хотя, ну, как в процессе, вот перед выходом, вот когда я с вами связался, мне, ну, я понимал, что мне нужен человек, который в теме, который знает, который может в любой момент на вопрос ответить. И поэтому я начал искать. И вот, ну, достучался до вас, вы ответили, ну, и пошло-поехало. Ну, а так, в принципе, голодать несложно. Вот эти вот 41 день, там, 42, несложно. Вот самое важное, вот и сегодня я видел там в комментариях, я сегодня листал комментарий, там писал, женщина писала одна, не помню уже, как, ник, но... Самое главное – это выход. Это выход. Ну, слава богу, что в выходе вы мне помогли. Ну, сам бы я, я не знаю, ну... Ну, на еду бы, может, и не накинулся, на варенку, жаренку, там, и тому подобное. Ну, косяков бы напорол сто пудо. Это сто процентов. Вот как раз вопрос спрашивают, как выходил, на чем, и как нашел меня? И тут спрашивают. Как выходил? Как нашел вас? Ну, я был изначально... Вообще, тема голодания пришла в мою жизнь еще года три назад. Но только практиковал я сутки, двое, трое, максимум четверо суток я был без еды. Это был семнадцатый, восемнадцатый год. Потом девятнадцатый год я в омут с головой в работу и забыл про голодание, про все, вес опять набрался. Состояние постепенно становилось хуже. Ну, когда оно постепенно становится хуже, ты, как правило, этого не замечаешь. И все вроде как хорошо, замечательно, ну, привыкаешь. И все. И живешь дальше. Ну, а потом, вот, ввиду вот этих обстоятельств, своего состояния физического, состояния желудка, кишечника, у меня было предъязвенное состояние желудка. То есть, желудок весь красный. И когда делали ФГДС, вот перед моим голоданием, было, ну, как мне врач сказал, там все красное у тебя, там еще чуть-чуть начнутся эрозии. Потом язва. Потом, ну... И кишечник ничего не усваивал. И получился просто замкнутый круг. Мне, чтобы вылечить желудок, нужно, чтобы кишечник начал усваивать. Даже лекарства. А он не усваивал ничего. Нужен желудок, да? Я начинаю пить травы, которые мне нужны для того, чтобы вычистить кишечник. У меня начинает раздражаться и без того раздраженный желудок. То есть, мне становится плохо, у меня начинаются боли в желудке. Ну, и реально замкнутый круг. Вот что делать? В такой ситуации. Ну, еще третий курс антибиотиков. На, давай уже. Во все тяжкие. Нет. Ну, поэтому просто начал искать, искать варианты, как вообще выйти из этой ситуации. И что делать дальше-то? Загнался бы в такую, извиняюсь, задницу, с которой выбраться, ну... Я не знал, как. Ну, потом начал копать интернет, искать, читать тонну информации. Искал людей, кто проходил через это. Кто-то выходил на связь, кто-то не выходил на связь. Кто-то рассказывал, кто-то не хотел об этом говорить. Ну, я не знаю причин. Может быть, опыт был негативный. Может, еще что-то. Ну, у каждого свои причины для этого. Ну, информации собрал кое-какую. И в видеороликах, и в текстах, и в ваших постах. Вот смотрел ваш канал, ваши ролики, которые меня интересовали выборочно. То есть, ну, не все подряд. Ну, я также видел, что вы в основном консультируете именно вот женщин. То есть, мужиков я ни разу не видел у вас на канале нигде. Почему-то они попадались. Ну, а потом, вы же, по-моему, мне сказали, да, что мужчины вообще, ну, очень редко, когда решаются на подобные шаги. Ну, мне все-таки пришлось. Я не собирал, я не собирался. Я даже представить себя не мог, что мне придется в жизни пройти через такое. Вот год назад бы мне кто-то не сказал, я бы вот так вот покрутил бы все, ребят. Какие сорок дней? Саш, очень хороший вопрос тут в чате. Саш, это голодание тебе дало веру в то, что тело само может излечить себя? Есть ли ощущение, что это мировоззрение не повернулось? Конечно. Еще как дало. Более чем. Ну, я как бы и знал это, хотя вот есть многие люди, которые в это не верят. Ну, что тело может само исцеляться, само очищаться, верят в таблетки. В таблетки, в уколы. Ну, каждый верит в то, во что ему хочется верить. Ну, я просто убедился на том, что можно без лекарств, без каких-то… В моем, в моей ситуации, говорю только за себя, что можно вот таким образом вычистить организм, вычистить паразитов. Я видел вопрос там про паразитов, ну, откуда они берутся, кстати. Ну, я не уверен, ну, откуда. Ну, единственное, что вот мои мысли, да, это от того, что мы кушаем. Где-то мы там мясо недожаренное поели, где-то рыбка там какая-то чем-то болела, мы ее там съели где-то в кафешке даже. Естественно, ну, кто нам об этом скажет и как мы это определим? Да никак. Ну, это вот мои мысли. Мы пьем, мы едим всякую гадость. Сколько, извините за выражение, дерьма сейчас продается в магазинах. Ну, откровенно, да? Заходишь в продуктовый магазин, я сейчас захожу, я не знаю, кроме овощей и фруктов, я не знаю, что мне покупать. Ну, реально. Что? Сейчас вот я полностью отказался от сахара. Сахара я не ем вообще. Хотя я любитель сладенького, ну, сахара я сейчас заменил медом. Ну, я, конечно, немножко перебарщиваю с медом сейчас, но надо бы как-то угомонить свои аппетиты по поводу меда. Ну, грамм 150, наверное, в день у меня только в путь. Это нормально. Это нормально. А то и 200. Нормально. Ну, главное, что мед чистый, хороший, спроверенный, скажем так. С домашней пасеки, не с пасеки, которая заточена под бизнес, а с пасеки, которая заточена под себя и под близких. Такого меда можно не бояться. Его можно есть столько, сколько влазить. То есть ты начнешь... Ну, слава богу. Тебе нужна энергия. Ты молодой, тебе нужна энергия. А он дает... Энергия вау. Вот я не хочу там, ну, все говорят, да, не рассказывай, ты никому ничего сглазишь. Да что сглазишь? Ну, здесь, я думаю, люди собрались, которые не завистники, а наоборот люди, которые... Может быть, кто-то ищет выход из ситуации какой-то своей. Поэтому, блин, почему не рассказать, почему не поделиться? Энергия валом. Она просто бьет фонтаном. Каждое утро я сейчас просыпаюсь то в 6 утра, то в полшестого, без будильника, без ничего. А ложусь спать, ну, 11, полдвенадцатого, 12, иногда позже. И я, не знаю, я целый день полон сил, энергии, желания что-то делать. Ну, как бы все хорошо, все замечательно. Даже учитывая то, что я, ну, сейчас-то я уже более-менее начал как-то кушать. Вот рыбу там мариновали сами. Вот сейчас рыбу маринованную, скумбрию ел. Классная штука. Понравилось. Саш, вот как ты думаешь, твое мнение, просто дело в том, что народ очень тяжело раскачать, потому что все привыкли к традиционным устоям, да, питаться полноценно, там, мясо, все дела. Ну, нам же, нам же всем твердили, что вы должны есть три раза в день, вы должны есть, как это вы не должны есть больше, вы должны есть больше, там, и т.д., и т.п. Три раза в день, первое, второе, компот, потом компот сразу, или чай. Ну, это понятно, это все так. Я же воспитывался так же, так же мне говорили. Пытались постоянно напитать, накормить больше, 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 чтобы ты же не голодал, дружочек. Ну, мое мнение на это... Поэтому вопрос такой, что пока сам не придешь к этому, сам вот здесь, ничего не будет. Это, знаете, это вот как с курением, наверное. Сейчас вот у большинства курильщиков, вот пока вот здесь вот что-то не перещелкнется, и ты не поймешь, что тебе пора уже что-то менять. А ты куришь? Нет, лет пять уже, наверное, не курю. Ну, сигареты. Был на электронной сигарете вот эти вот парогенераторы. Хоть и говорят, что она еще вреднее, но я лично по своему самочувствию понял, что нет, она не вреднее точно, чем сигареты. Я не могу сказать, что она безвредная. Ну, по-любому, какой-то определенный вред он наносит. Ну, это просто антиреклама электронных сигарет. Не будем в эту тему углубляться. Не будем. Да, но я не договорилась. Ну, и от электронки я тоже отказался, и в этом, это было в 20-м году, в начале июля, по-моему, месяца. Мой вопрос, значит, как ты думаешь, когда наступит такое время, когда человечество повернется лицом к естественным методам оздоровления, то есть через очищение организма и через налаживание своего питания? Потому что сейчас человечество повернуто задом к этой теме. Вот когда-нибудь будет такое светлое время, на твой взгляд? Я не знаю, я непролицательный. Остается только надеяться, что да, но я могу одно сказать, что мне все больше и больше встречаются люди, которые сейчас задумываются, в принципе, о своем здоровье, о правильном питании. Не о правильном, а о здоровом питании. Ну, я думаю, что не за горами. Надеюсь, что не за горами. Да, я тоже к этому присоединяюсь. Твои пожелания нашим зрителям? У меня очень хорошая аудитория, у меня очень умная, думающая аудитория. Что бы ты мог пожелать моим зрителям? Что бы пожелать? Осознанность. Классно. Осознанность и, я не знаю, силы воли, наверное, что ли, к принятию каких-то решений, к достижению каких-то целей. Ну, для каждого это свои цели. Что еще? До здоровья всем крепкого. Да и все. Будет здоровье, будет все. Хоть это и уже избитая фраза, но, тем не менее, это правда. Так оно и есть. Не было. Ну, вот, в кавычках, да, ушатал я свое здоровье вот в 20-м году. Я ничего не хотел. Вообще ничего не хотел. Ни к чему не шел, ни к чему не стремился, как я уже говорил, и сейчас повторяюсь. Сейчас все с точностью, да, наоборот. Вопрос такой интересный в чате. А не боитесь вернуться в того себя? Зачем мне этого бояться? Просто нужно не обращаться, и все. Ну, если я сейчас начну опять налегать, если я начну вести прежний образ жизни, то есть злоупотреблять алкоголем, пиццей, чем-то еще, через день до каждого дня мясом жареным, естественно, не сразу, но за год-полтора-два, наверное, я опять наберу, опять придет вес, но у меня нет желания не употреблять алкоголь, не курить сигареты, не электронные никакие, не механические никакие. Просто нет желания. Поэтому я думаю, что вряд ли. Скажи, у тебя сейчас есть в голове представление о той системе питания, по которой ты дальше будешь жить, или нет представления? Думал составить что-то там, написать. Ну, мне вообще, вот, кстати, на выходе мне очень помогла вот «Солнечная тарелла», это книга ваша. Вот реально там все просто, понятно, расписано, ну, предельно просто. Я не знаю, чтобы не понять ее, это, ну, я не знаю, что нужно делать. Поначалу я придерживался, первые недели три, наверное, я приблизительно, ну, не с точностью, разумеется, приблизительно я действовал по вашему опыту, вот, который вы там описывали. Ну, а потом я уже понял, что вот я хочу вот это. Я беру вот это. Там те же там орехи, вот я начал с четвертой недели вот эти орехи там, ну, в кашу их перемалывать, вот добавлять там в салат и туда-сюда. Бая, суть вопроса, что-то я потерял. Что-то меня увело куда-то. Вот на сегодняшний момент есть у тебя продукты, которые ты полностью исключаешь из своего питания и больше не выдаешься? Ну, список я не составлял, скажем так. Ну, допустим, что я не буду есть точно, это сахар, соль, я люблю соль. Прям вот постоянно так было. Ну, соль тоже вредна, конечно, но соль организму нужна по-любому. Главное просто с ней не перебарщивать, я думаю, и все. Вот. Ну, тоже надо немножко аппетиты, как и с медом, наверное, поумеить, потому что салатики подсаливаются так иногда душевно. Вот. Мучное. Категорически нет ничего вообще. Ни хлеба, ни черного, ни белого, ни серого, ни зеленого, тем более. Супер. Никакого, абсолютно. Отлично. Булочки там. Что еще? Мясо я есть буду, по-любому. Я люблю мясо, так что от этого я никуда не уйду. Ну, не сейчас, а позже, хотя уже, я уже пробовал вареное мясцо. Маленький кусочек там пару раз. Да ладно, вру. Не маленький. Нормальный такой кус мяру сожрал. Ну, не за раз. Дело не в том, чтобы отказаться от мяса, дело в том, чтобы умеренно и правильно его есть, да, в правильном сочетании с овощами и не злоупотреблять. И тогда все будет нормально. Вот и все. Ну, я думаю... Да, ну, я стараюсь. Вот меня вот Катя придерживает, скажем так, мой аппетит. И вот огромное ей спасибо за это прям вообще. Она меня поддерживает. Она меня поддерживает просто супер. Как? Я приятно удивлен. Не ожидал даже такой поддержки. Тебе повезло, Саша. Тебе очень повезло. Безумно повезло. Я просто вообще летаю. Понимаешь, это бывает редко, когда близкие поддерживают тебя в таких начинаниях. Это бывает редко. Гораздо чаще наоборот происходит. Поэтому тебе повезло. Отлично. Я очень рада. Она сначала вообще говорила, давай я с тобой на овощах. Я говорю, нет, нет, тормози, не надо. Так, ну, я, в принципе, вопросы все задала. Если у тебя есть что-то еще сказать, я уже хреплю. Ну, из чата были вот сейчас то, что пишут. Я некоторые видел вопросы. Ну, уже прочиталось много, поэтому все перемешалось. А что сказать? Важные моменты сказаны, в принципе. Ну, вкратце, да, без подробностей. Возможно, сделаем с вами какой-то еще вариант, допустим, не живого интервью, а может быть какой-то ролик, где можно будет прям подробно, подробно, подробно каждый пункт рассказать. Я как бы не против, я только за. Опять же, чисто из тех соображений, что вдруг это кому-то поможет. Совершенно верно. Потому что сегодняшняя наша встреча – это, в общем-то, ознакомительный разговор. Люди увидели человека, который сделал это, получил, да, такие-то результаты. Но очень многих интересуют именно технические подробности. Сколько вешать в граммах, а как было, да, а сколько литров, а куда и так далее. То есть, поэтому я думаю, что это хорошая идея сделать такой подробный ролик, разместить его на Ютубе. Вот именно подробное обмусоливание всех деталей, которыми интересуются очень многие люди. Потому что не ты один заходишь на, да, зашел на голодание. Очень многие заходят, но не у всех хватает, не всем везет. Не хватает силы воли, не хватает смелости, не хватает выдержки или еще чего-то, чтобы это довести до конца. Многие начинают, но бросают, не выдерживают. А ты прошел, ты выдержал, и ты получил свой приз. Вот важный момент, я не выдерживал. У меня не было выдержки какой-то, я не боролся с этим. Я боролся вот здесь, первую неделю, как я вот в видеоролике. Мне было проблемно, ну, было все не мое, все чужое, все вот как-то, и сон рваный там, и вот такое. Ну, смена, резкая смена обстановки, плюс я не готовился к входу, это тоже нехорошо. То есть, мне первые два дня было так не по себе. Я, ну, единственное, что как я заходил, да, это была слабительная, после слабительного была клизма, еще одна клизма, и все, и я вот вошел в голод. А до этого, ну, как бы, я не ел там жирные продукты какие-то, да, ну, я не могу сказать, что я прям на овощах сидел. Ну, допустим, как это рекомендуется делать, там, за неделю хотя бы до входа в голод, там, чисто вот на такое, на овощи, там, не овощи. У меня такого не было, а надо бы было сделать. Ну, это я сейчас уже понимаю, что надо было. А тогда думать, да ладно, пойдет нормально, что там делов-то. Вот, и поэтому вот я начал, тоже мыслей в голове много, бывает, перескакиваясь с одной на другую, я начал говорить о том, что я не планировал срок определенный, сколько я буду там находиться. Ну, в голове цифры, вот, фигурировало я везде, видел цифру 21. 21 день, 3 недели. Ну, как бы, морально себя немного подготавливал, наверное, к 3 неделям нахождения там. Ну, а когда я понял, что с 21 дня у меня только кишечник чиститься начал, только-только начало вываливаться все это, вся эта гадость, которая внутри жила, ну, я уже сам себе мысленно сказал, что, ну, пока не вычистится, я буду здесь. То есть, если бы он чистился 50 дней, я бы сидел там 50 дней. 60, значит 60. Что было, как было, бы, я не знаю, выдержал, вот тогда, может, возможно, вот как вы употребили слово, выдержал, вот тогда, может быть, я и выдержал. А так, мне было легко, вот как я в отрезке, да, которые вы публиковали, ну, реально было легко. Никаких там проблем, чувство голода отсутствует полностью, вообще ноль, нет его. Желудок, ну, он вообще не беспокоил, никак. То есть, не было ничего. Вот с 30 какого-то дня, 34 или 35, по-моему, вот начались какие-то вот в желудке, ну, в животе, не знаю точно где, какие-то вот непонятные ощущения, которых раньше не было. Ну, я решил подстраховаться и поехал, выехал из леса, поехал в станицу, в ближайшую больницу, платно сделал ФГДС, лампочку эту глотнул. Ну, доктору я, разумеется, не говорил, сколько я и сказал, что просто, ну, у меня периодическое голодание, небольшой срок, там, я не ел без еды. Вот, он, когда процедура сама закончилась, я говорю, ну, что там? Он говорит, да все у тебя нормально. Ну, небольшие покраснения на стенках, ну, это, говорит, у каждого второго такое, это потому что ты не ешь. Сейчас есть, начнешь, и все вернется в норму. А до входа, ну, как я и говорил, это предъязвенная, ну, мне диагноз поставили уже вот, 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 еще чуть-чуть и эрозии в желудке. То есть, вот так, ну, грубо говоря, там, ну, 40 дней, в общем, там, 30, я не помню, какой, 30, какой, 36, 37, это был день, когда я ездил на ФГДС. Ну, я вернулся, вернулся обратно в лес и дальше попер воодушевленный, что у меня желудок почти здоров, дальше погнал, погнал, погнал. А потом, вот, перед выходом, когда уже 38, 38 день, с клизмой, кроме воды, ничего не вышло. 39-й аналогичная ситуация, то есть, я понял, что путешественник, ну, почистился. И началась какая-то вот тошнота, начались какие-то позывы непонятные в желудке, что-то куда-то, вот, откуда-то появился кал, которого не было, бог знает сколько. Откуда он взялся, я не знаю, ну. Началась тошнота. Тошнота, я вызвал два пальца в рот и погнал. Ну, кислятина, что может быть кислое? Ну, вот, я сижу, думаю, что, что там, прокисло что-то у меня внутри, что-то. Ну, у меня только одна мысль была, это желудочный сок. Начал вырабатывать желудок, начал вырабатывать желудочный сок. То есть, ну, я как бы, первый... Первый сигнал, наверное, к тому, что пора начинать выход. Это был, по-моему, 39-й день. А на сороковой или на сорок первый день так же рвота, но только уже, я когда вырвал, получилось так, что я с закрытыми глазами, слезы текут. Горечь, такая сильная горечь была во рту, вот, после последнего позыва рвотного, да, когда я глаза открываю, я дам все желтое. Ну, то есть, мало того, что желудочный сок, мне уже вот так вот в дверь стучат, все, хорош, уже есть желчь. Ну, то есть, желчный начал впрыскивать желчью в желудок. Ну, это я так думаю, ну, я не уверен. Ну, и тогда я уже понял, что достал столько выжималку, распечатал, достал морковку, которую несколько дней назад купил, нарезал, отжал, ну, косяка упорол, начал сразу пить с мякотью. Желудок сок принял, а мякоть не принял, тяжесть бешеная была. Опять два пальца в рот, опять выкинул все, все, легкость, круто, замечательно. Силы, ну, сил, конечно, не было первые, первые дней, пять, наверное, выхода. Так, ну, такое же состояние, ну, просто состояние, все, ничего такого, спокойствие какое-то такое вот. Не более. Ну, а потом уже вот первую неделю, получается, на выходе я был чисто на соках, овощные, фруктовые, миксовал, там, что-то делал как-то сначала без мякоти, потом начал немножко добавлять, потом в итоге с мякотью, ну, и вот до сих пор вот с мякотью чисто уже без всяких сеток, фильтров, шпарит нормально. Саш, получается, что ты впрыгнул, можно сказать, вовремя в свой вес, да, который у тебя еще чуть-чуть, и мог бы ты загреметь, заработать себе какую-нибудь язву, но ты вовремя впрыгнул, сделал все практически правильно, поэтому я тебя поздравляю от всей души, что у тебя случилось вот такое в твоей жизни, что ты победил самого себя, и я желаю, чтобы ты больше никуда не сворачивал, чтобы ты шел вот правильным путем, и чтобы Катя тебя берегла, не давала тебе свернуть с правильного пути. Ну и теперь я у тебя, как говорится, твой куратор, твой наставник, если что, я рядом, я всегда могу тебе что-то подсказать и помочь. Я благодарю тебя за этот эфир, мои зрители тоже присоединяют тебе благодарности. Пока, до встречи, и посмотри еще вот это видео. Увидимся!